Дополнительное время 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 остались живы. Кто-то из великих сказал, ставьте большие цели, в них легче попасть. Следующая высота, которую собирается покорить Иван – это чемпионат мира. В ближайших планах у него соревнования по точности приземления на молодежном форуме Иволга в Самаре. В прошедшие выходные в Нижнем Новгороде прошло грандиозное спортивное событие. Заплыв «Волга-Свим-2018». Мужчинам и женщинам предлагалось на выбор три дистанции – 1, 3 и 5 километров. На первую записался и саровчанин Лель Бичегов. Трассу он преодолел за 26 минут и 7 секунд, отстав от лидера почти на 13 минут. И занял 161 место в общем зачете. Может показаться, что результат так себе. Я же считаю, что то, что он решился на подобный экстремальный заплыв, показатель его стремления к победе, а это бесценно. Так держать. Есть такой вид спорта, как джимхана. Сейчас некоторые сделали очень удивленное лицо. Но да, действительно, спорт есть и практикуют его и мотоциклисты, и футболисты, и теперь велосипедисты Сароа. Что такое джимхана, как в нем участвуют и что надо делать – в следующем сюжете. Автомод, а теперь еще и вело джимхана. Этот новый вид спорта подразумевает профессиональное владение транспортом в движении на скорости по определенному маршруту, как правило, очень извилистому. То есть джимхан – это имеет прямое отношение к автоспорту, это преодоление полосы препятствий за максимально короткий срок и с минимальным количеством штрафных баллов. Все не так просто, как кажется. В условиях ограниченного пространства от участников потребуется знание технику скорения торможения, контроля равновесия, способность проложить наиболее эффективную траекторию прохождения маршрута. Можно подготовиться заранее, наверное, отработать какие-то навыки фигурного вождения. Предполагается, что это будет слалом, то есть объезд каких-то фишек змейкой. Предполагается перенос предметов с тумбы на тумбу. Ну и все секреты раскрывать не буду. Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях. Дети до 9 лет, подростки с 10 до 16 и взрослые. Обязательные условия участия в конкурсе – это наличие шлема и защита локтей и коленей. Те, кто к нам придут по какой-то причине без велосипеда, участники старше 10 лет, мы сможем обеспечить и защитой, и велосипедом. Виртуозов, владения двухколесным транспортом, а также тех, кто хочет просто попробовать свои силы в Джимхане, организаторы приглашают 11 августа на стадионы Кар. С трех часов дня до пяти будут соревноваться дети, а потом уже взрослые могут продемонстрировать свое мастерство езды на велосипеде. Продолжает готовиться к своему первому товарищескому матчу в сезоне хоккейный клуб «Саров». Как хоккеисты сыгрываются на ледовой площадке, наблюдала Ирина Вышегородцева. Команда Игоря Аверкина начала подготовку к новому сезону высшей хоккейной лиги еще в начале июля. В прошлом саровские хоккеисты показали себя достойно, но в этом году из состава команды ушло пять игроков, и новичкам придется не только поднимать свое мастерство, но и сыгрываться на льду. Первый товарищеский матч игроки хоккейного клуба «Саров» проведут уже 3 августа в городе Сасово. Шанс каждому показать, что он наработал за сборы, как он готовился, как относился к работе. Каждая игра в сезоне выкладываться, тем более команда обновилась, много игроков новых появилось. Выходить на каждый матч, играть. В этом году Федерации хоккея России приняли ряд важных решений, связанных с чемпионатом. Одно из них – смена наименования чемпионата высшей хоккейной лиги, принято в рамках международного сотрудничества. В новом сезоне соревнования будут называться ВХЛ «Кубок шелкового пути». В нем примут участие 29 клубов. В состав участников вошли новые команды из Тольятти, Ханты-Мансийска, Тамбова и Пекина. При этом Лигу ВХЛ покинут команды из Нижнего Тагила и Китайской Народной Республики. «Все изменения, наверное, полезны. Следует на расширение. Значит, как правило, больше рабочих мест для ребят. Больше ребят будет задействовано. Я думаю, что это пойдет только на пользу хоккею. Плюс к тому, что расширяются в Китай, где тоже поднимают уровень свой китайцы, которые хотят, чтобы их ребята тоже играли. Они подключают своих хоккеистов». Новый хоккейный сезон «Саровский клуб» начнет на выезде. А первую домашнюю игру наша дружина проведет в Ледовом дворце 16 сентября против питерского «Динамо». Предстоящий сезон обещает быть захватывающим. Нашим спортсменам придется нелегко, поэтому в этом году им как никогда нужна поддержка болельщиков. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. «Саров-24». Вообще, прошлый сезон в ВХЛ получился насыщенный и интересный. В регулярном чемпионате приняли участие 27 хоккейных клубов. Новичками в этом сезоне стали «Учалинский Горняк», «Новокузнецкий Металлург», «ЦСК ВВС» и две команды из Китая, что само в себе уже потрясающе. Первое место в сезоне 2017-2018 года достал «Динамо СПБ». На втором месте «СК Ньюа» и «Бронза» у «Нефтяника». Наши ребята были на 11 месте. Как получится в этом году, узнаем совсем скоро. Кстати, приходите на трибуны и поддерживайте наших ребят. В этом году им будет сложно. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока!